Прокуратура обнародовала видеозапись с признанием Владислава Челоха в убийстве сослуживцев. По версии следствия, обвиняемый подвергался унижению. Почему тогда на теле Владислава экспертиза не нашла следов насилия? Невыездные казахстанцы. Минюст опубликовал фамилии должников, которым теперь запрещено выезжать за границу. Почему черный список почти сразу удалили с официального сайта и какие там были ошибки? Повреждены кровли зданий, линии электропередачи, скорежены автомобили. В Алматы прошел очередной ураган, что прогнозируют специалисты. В детсад с боем в столице десятки родителей в буквальном смысле слова воюют за места в детских садах. Тем временем в Алматинской области, несмотря на дефицит, закрывают последние детские учреждения. Здравствуйте, в вечернем эфире 31 канала новости информбюро. Наши корреспонденты расскажут о событиях дня уходящего. В студии Оскар Медыбаев. Генеральная прокуратура обнародовала видеозапись, на которой пограничник Владислав Челых признается в убийстве своих сослуживцев. Так в надзорном ведомстве отреагировали на давление общественности, которая все еще не верит, что 19-летний военнослужащий мог убить сразу 15 человек. Сегодня на брифинге в Астане главный военный прокурор так и заявил, что такой шаг идет вразрез с интересами следствия, и это исключение из правил. Показывайте, как стреляли. Так же я начал продолжать опять стрелять. Начал стрелять вот так. Как еще лежал, видели? Они лежали под кроватями. На этих кадрах, которые прокуроры решились обнародовать, учитывая большой общественный резонанс дела, Владислав Челах в деталях рассказывает, как стрелял своих сослуживцев. Во время многочасовых допросов 19-летний пограничник называет и причины, которые толкнули его на этот поступок. За все время нахождения на пограничном посту меня, как сказать, унижали, не ставили, не оскорбляли слишком часто. При этом физических конфликтов с остальными пограничниками поста Аркан-Кергену Владислава Челаха не было. Это подтверждают исследователи и представители главного надзорного органа. Мы провели освидетельство его медицинское при его задержании. И экспертиза тоже подтверждает, что никаких телесных повреждений, в связи с тем, что в отношении его принималось какое-то насилие, которое послужило бы основанием для совершения вот такого тяжкого преступления, нет. Но вместе с тем, на сегодняшний день, как мы делаем выводы из его показаний, из того, что мы собрали, сложилось какое-то неприязное отношение между Челахом и его сослужицами-одногодками. Между тем, дело ОЧП на посту Аркан-Керген находится на личном контроле главы государства. И как бы цинично ни звучало, вслед за физическими жертвами в нашумевшем скандале появились и имиджевые. Зампред КНБ и по совместительству директор пограничной службы уже подал в отставку. А в Генеральной прокуратуре не исключают, что по результатам расследования ОЧП будут возбуждены новые уголовные дела. Правда, в отношении кого, не уточнили. Нурзат Карим, Арман Букеев, Инфорум Бюро, Астана. И вот, буквально только что стало известно о новых назначениях в Комитете национальной безопасности Казахстана. От должности освобожден заместитель председателя КНБ Нуржан Мурзалиев. Это распоряжение подписал президент Нурсултан Назарбаев. Буквально за несколько часов до этого 54-летний Мурзалиев написал рапорт об освобождении. В системе КНБ он проработал с 1995 года. Исполнение обязанностей директора погранслужбы Комитета национальной безопасности возложено на Турганбека Стамбекова, первого замдиректора погранслужбы начальника главного штаба ПС КНБ. И к другой теме дня. Накануне Министерство юстиции опубликовало информацию о должниках, которым запрещено в качестве наказания покидать пределы страны. Черный список разместили на официальном сайте Минюста. Однако и тут не обошлось без курьезов. В сообщении оказались люди, рожденные в 1084 и 1012 годах, а также месячные младенцы. Во многих фамилиях почему-то оказались латинские буквы. Ведомству, отвечающему за законность в стране, пришлось спешно закрывать доступ к ошибочным данным. Ольга Пак весь день изучала беспрецедентный список и нашла еще много интересного. Подобных списков должников вот так официально, пожалуй, еще не вывешивали. Но первый блин оказался комом. Скорее всего, в спешке собранная информация вместо страха вызвала у казахстанцев хохот. Громких фамилий тут не нашли, а ошибок хоть отбавляй. Список невыездных должников был опубликован на сайте Минюста еще вчера вечером. Среди должников оказались и дети до года, и лица, рожденные в 1084 и 2071 годах. О фамилиях многих почему-то проскальзывала латиница. Впрочем, доступ к этим данным был практически сразу же заблокирован. В Минюсте тут же поспешили объяснить оплошность, мол, ошибки произошли из-за технического сбоя. Да, действительно, недавно был опубликован этот список на сайте Министерства юстиции. Мы не скрываем, что есть, да, действительно такие опечатки. Но при проверке сегодня мы уточнили, что поскольку эта система только была внедрена, когда на сайте выгрузка была сделана, действительно технические какие-то сбои получились. При этом юристы сразу же уточнили, запретить выезд из страны должника может только суд. Таких в списке только половина. А всех опубликовать решили, чтобы другим неповадно было. Если это решается хорошо, значит еще одна норма будет действовать лучше. Та норма, существование которой я, в общем-то, считаю разумным. Разумным. Существуют лица, которые имеют, в общем-то, достаточно средств, так или иначе, имущество для погашения долгов, но не торопится это сделать. А то, что он получил это решение суда на руки или постановление, у него имеется подпись. Вот тогда вот он уже является нарушителем злостным, если он не исполняет решение суда. А если же он не получил и не знает об этом, то, извините, он никаким нарушителем не является. Может быть, он вообще, как называется, человек законопослушный. Он даже и не знал, что на него было подано исковое заявление в суд. В целом, правозащитники казахстанцы публичное порицание поддержали. Число неплательщиков в стране велико. Я отношусь к этому положительно, потому что если человек безответственно относится к таким вещам, то, в принципе, я считаю, что это правильно. Он же, получается, тратит деньги на поездки в различные страны, на отдых, но не хочет оплачиваться и долги. Пусть те, кто не платит, пусть сидят. Зачастую те, кто имеет большие деньги, если так на то пошло, задолжены по электроэнергии, по квартплате именно у них же. А такие, как мы, простые люди, которые вовремя платят, все вечно и страдают. Правозащитники успокаивают нарушителей с небольшими задолженностями. Запрет на выезд касаться не будет. Впрочем, начальную сумму, из-за которой будет заказан выезд за рубеж, в Минюсте тоже не озвучивают. Как и не объясняют, почему не опубликованы известные фамилии. Ольга Пак, Людмила Батюшкина, Думан Сульменов и Карата Кимбаев. Информбюро 31 канал. Продолжаем выпуск. В Ак-Тубе осудили кровавого отелла. 25-летнего Романа Головко приговорили к 18 годам тюрьмы за жестокую расправу над семьей своей возлюбленной. Напомним, в канун Нового года он устроил настоящую резню в доме своей несостоявшейся невесты. В результате погибла мать девушки, были ранены дедушка и сама 20-летняя Наталья Таранюк. 25-летний сотрудник теплоцентрали Роман Головко и Наталья Таранюк встречались два года. Разрыв в отношениях парень переживал очень болезненно, даже пытался покончить жизнь самоубийством. Винил родных девушки, которые, по его мнению, были против их Романа. А в канун Нового года, узнав, что у Натальи появился ухажер, он решил расправиться со всей семьей сразу. В подъезде с ножом он напал на дедушку Натальи. Уже в квартире два ножевых ранения в живот получила мама девушки и сама Наташа. Экспертиза показала, что Роман психически здоров. За убийство матери своей возлюбленной и двойное покушение на жизнь судья приговорила его к 18 годам в колонии строгого режима. Помимо этого, он выплатит потерпевшим 3,5 миллиона тенге в качестве компенсации. Ребенок по сей день еще не приходит в себя. Ночью плачет. Маму зовет. Что это такое? Что это за полиграция? Вы считали, что больная или что это такое? Больше надо было дать? Больше. Больше. Мама дали. А в Объединенных Арабских Эмиратах задержан лидер казахстанской ОПГ. 48-летнего Алмаза Оксигбаева удалось поймать лишь благодаря экстрадиции. Специальному соглашению о выдаче преступников между Казахстаном и Эмиратами. Преступник находился в розыске с 2007 года за совершение вымогательства крупной суммы денег у директора одного из ТОО города Тарас. Решается вопрос экстрадиции в Казахстан. Крупная сумма, по данным полицейских, это 10 тысяч долларов США. Соглашение было ратифицировано почти два месяца назад. Но, несмотря на это, казахстанские стражи порядка не спешат заниматься возвращением на родину фигурантов куда более громких уголовных дел. К примеру, экс-главу агентства по статистике Аннармишимбаеву, которую обвиняют в хищении около миллиарда тенге. К слову, на необходимость скорейшей поимки именно на нее указывал первый зам генпрокурора, когда представлял законопроект в парламенте. А в кулуарах Иоганн Меркель поделился с журналистами, что процедура экстрадиции не займет много времени. Правда, уже после подписания закона президентом он опроверг свое же заявление, сообщив, что весь процесс может затянуться на несколько месяцев. И к другим новостям. На Алматы обрушился ураган. Ветер повредил автомобили, снес линии электропередачи и крыши зданий, в том числе и Национального центра проблем формирования здорового образа жизни. 550 квадратных метров кровли четырехэтажного здания снесло в считанные секунды. Езжала машина со двора, легковая, в результате чего получил незначительный порез водитель, находившийся в салоне. На его машину, на лобовое стекло упал лист металлического шифера, в результате чего стекло лопнуло, и он получил порез. Вторая машина получила незначительные повреждения, которые были припаркованы во дворе. Разбирать последствия урагана сотрудникам ЧЭС прошлось целый день. Для этого было отключено электричество в соседних домах. Синоптики о резком усилении ветра предупреждали и говорят, что в ближайшие три дня ожидаются новые порывы. В Алматы до 17 метров в секунду, по области до 22. Возможны ливни и местами град. Десятки астанчан сегодня тоже вымокли до нитки. Под проливным дождем они пытались добиться для своих малышей мест в детском саду. Молодые родители пикетировали городской отдел образования в надежде устроить таки собственных отпрысков в государственные дошкольные учреждения. Мест катастрофически не хватает в столице. К возмущенным астанчанам вышла чиновница от образования, но добиться консенсуса сторонам не удалось. Между тем, сами родители заявляют, что свободные места есть, но для этого надо иметь нужные знакомства или рожать детей по мере освобождения детсадов. Это получается, что мы должны в январе родить, чтобы он получил садик. В конце года родили шеститысячные, и это мы вообще никогда в жизни не получим. Вот никогда в жизни не получим. Это тогда нам придется беременность уже планировать, чтобы в начале года рожать. Тем временем путевка в детский сад некоторым детям дается через больницу. Девочка, которая была сбита российским дипломатом на электромобиле в парке в прошлом году, была устроена в ясли благодаря содействию президента. Родители Лилии Сметаниной после инцидента написали письмо в Акорду. А вот в Алматинской области пока по всей стране открывают недостающие детские учреждения, их закрывают. Так в селе Карабулак из-за убыточности закрыли детское учреждение на 100 мест. Возмущенные родители, которым теперь придется бросать работу и сидеть дома, готовы пойти на крайние меры. Акорду, садик! Отдай, садик! Десятки женщин с малолетними детьми собрались у здания сахарного завода в поселке Карабулак. До дня здесь закрылся ведомственный детский сад. Около сотни малышей остались без надзора. Возмущенные мамаши теперь грозятся привезти своих чад прямо в местный Акимат, чтобы их воспитанием занимались чиновники, принявшие такое решение. В противном случае родители просто останутся без работы. Да, садик закрыли, в понедельник нам детей девать некуда. Куда надо девать детей? Мы спрашиваем, или в Акимат везти детей оставлять, или директору сахарного завода. Директору пошли, он нам сказал, нарожали, как хотите, так и куда хотите туда девать. Администрации сахарного завода сейчас не до детей. Говорят, дошкольное учреждение каждый месяц приносило убыток в полмиллиона тенге. На заводе готовы безвозмездно отдать ясли местным властям. Я вышел с предложения, сегодня и Дом культуры, и все соцобъекты готовы мне передать безвозмездно Акимат, на баланс. Безвозмездно. Мы идем на все, идем, чтобы и людей не будоражить, и, ну как сказать, не нести просто убытки, нам просто не выгодно. Но местные власти принять такой подарок не готовы. Говорят, в бюджете текущего года средств на содержание детского сада тоже нет. Приехали в управление экономики, эти вопросы мы должны обговорить, потому что так как у нас свободных средств нет в данный момент, и в связи с тем, что у нас дотационный район, мы должны каждое средство доказывать. Пока местные власти ищут деньги на содержание детского сада района, Муакиму, похоже, придется осваивать новую профессию воспитателя. Родители отступать не намерены. Они написали жалобу в прокуратуру и Акиму области. Если им не помогут, на полном серьезе поведут детей в районный Акимат. Динара Айбасова, Алия Ахмедива, Эдах Аджимуратов, Информбюро, Алматинская область. В пикантную ситуацию попали каргандинские льготники. После многих лет мытарств государство выделило сироте и внучке ветерана войны квартиру. Однако вселиться люди так и не смогли. Жилье оказалось уже занято. При этом чиновники посоветовали льготникам освобождать квартиры своими силами. Людмила Батюшкина знает подробности. Если я сейчас эту железную дверь у меня тоже посадят. Бывший воспитанник детского дома Антон Радишаускас счастливый обладатель договора найма на муниципальную квартиру. Вот только попасть в нее он не может. Там живут другие люди. Государственное жилье ему выдал городской отдел ЖКХ. Семь лет детдомовец скитался по чужим углам, потому что родительскую квартиру, пока он воспитывался в казенном доме, Акимат отдал чужим людям. Прошел в Акимат, говорю, а как вы выдаете квартиру, если документ есть, ключей нету, а живут люди. Он говорит, мы не знаем ничего. Судись, как хочешь, заселяйся, что хочешь, делай. Не могу просто ничего добиться, уже бегать устал. У нас просто слов просто нет. Потом спрашивается вопрос, почему преступность растет среди детдомовских. Почти такая же история у внучки ветерана войны. Ее бабушки, как вдове героя, выдали квартиру от государства, причем в этом же доме. Нам позвонили и просто по телефону, без всякого предписания, без документов сказали, по такому-то адресу, в такой-то квартире вы можете поменять замки и вселяться. По истечении какого-то времени мы вам позвоним и дадим договор найма. Однако начальник городского отдела ЖКХ отрицает, что его подчиненные подстрекают льготников на самоуправство. Дом был передан на баланс ЖКХ отделом соцзащиты 4 месяца назад. На тот момент, по словам коммунальщиков, квартиры были пусты. Однако за это время в них успели самовольно вселиться посторонние граждане. Такие ситуации случаются, когда люди самовольно заселяются в чужие квартиры, а выселить их возможно только на основании решения суда. Это жилье находится на балансе отдела ЖКХ, поэтому только отдел ЖКХ имеет право подавать иски в суд о выселении незаконно проживающих людей. Чиновники с помощью полиции все-таки вошли в квартиры и установили, кто там живет. По их словам, отдел ЖКХ уже подал иски в суд. Людмила Батюшкина, Артем Ковалев, Денис Тачилов, Информбюро, 31 канал. Не дайте нам засохнуть. Шимкент может лишиться единственного в городе аквапарка «Дельфин». Зону отдыха сносят из-за того, что она была возведена незаконно. Это выяснилось по сфакту. Жители одного из самых жарких городов Казахстана высказывают вполне естественное возмущение. Мы обращались и в городскую и областную администрацию. Рассказывали, что это место массового отдыха горожан, гостей нашего города. Огромный потенциал как туристического ресурса. Но, к сожалению, никаким образом этой реакции не было. Поэтому у нас исполнение длится уже 4 года, и никто никаких конкретных решений не принимает. Нам и пришлось начать этот снос. С началом каждого купального сезона возле этого аквапарка выстраиваются длинные очереди. Альтернативы для отдыха у них нет. Потому сейчас многие встали на защиту водного парка. Однако, согласно судебного решения, сносу подлежат все капитальные строения. Административное здание, два кафе, две раздевалки, три туалета, здание насосное, эстрада и площадка для гольфа. Причем еще в 2007 году зона отдыха оказалась вне закона. Руководство уверяет, без всей инфраструктуры аквапарк функционировать не сможет. Одни лишатся заработка, другие зоны отдыха. Между тем, в Акимате области пообещали посодействовать в пересмотре вопроса о сносе. Вы смотрите Информбюро, продолжаем выпуск. В Алматы будут уничтожены еще несколько тысяч деревьев. Власти наверно избавятся от якобы слишком старых дубов и тополей. Однако экологи заверяют, что попавшие в немилость насаждения отнюдь не аварийные. При этом в городе с начала года уже вырубили свыше 6 тысяч деревьев. Таким образом, южная столица может превратиться в город пустыни, заключили зеленые. Речь идет о зоне Кукжайляу, где планируют построить базу отдыха и парки возле детской республиканской больницы Аксай. Экологи и горожане уже не раз проводили акции протеста в защиту зеленых насаждений. Высаживали новые деревья. Но застройка территории продолжается. В лесопарковых зонах особняки растут, как грибы после дождя. Отношение к природе, вот и наших Акимов, меня вообще потрясает. Меня потрясает отношение главного лесоруба страны, Есимова. В прошлом году я писал заявление в Финполицию, чтобы рассмотрели бизнес, который они учинили, именно управление экологией. Тот стал теперь начальником управления, стал теперь Акимов района. И все это продолжается. Семья из двух банок снимет мусорный бак, чистоту гарантируем. А в Усть-Каменогорске весьма креативно подошли к социальной рекламе против загрязнения города. Плакаты с такими необычными надписями появились на автобусных остановках. Земной шар в урне, голосующая бутылка, по мнению инициаторов рекламной кампании, должны непременно тронуть горожан. Только выполнить эти призывы на деле оказалось не так-то просто. Автобусные остановки оснастили плакатами, но вот сами урны установить забыли. Мы работаем на благо города, чтобы чисто у нас было. То, что плакаты развешали хорошо, но тут главное, чтобы понимание было. Единственная просьба горожанам не мусорить, выкидывать отходы в урны. А Алматы захватили роботы. Первая в Казахстане выставка андроидов открылась в южной столице. Около 20 экземпляров из Японии и США удивляют посетителей своими невероятными способностями. Они умеют петь, танцевать, охранять дом и даже заигрывать. Жанна Архимжанова посмотрела, до чего дошла техника. Чудеса техники. Посетителей выставки встречает сам король рок-н-ролла. Робот Элвис приехал в Казахстан из Америки, чтобы спеть о любви. Андроиды выполняют невероятные трюки. Они искусно играют в футбол, дерутся и даже танцуют. 20 уникальных экспонатов. Некоторые из них даже попали в Книгу рекордов Гиннеса. Например, Айсабот, самый маленький в мире андроид. Робот-панда заменит детям учитель английского языка. Он может круглосуточно общаться с ребенком. У робопеда повадки реальной собаки. А робо-раптор реагирует на малейшие манипуляции и может развлечь вашего домашнего питомца. Вот это первая в мире девушка-робот. Она умеет не только петь и танцевать, но и заигрывает. Управляется с помощью прикосновений. Например, если подставить ладонь, она ее поцелует. Есть разработки и на злобу дня, такие как роботы-охранники. Они оснащены видеокамерами и ведут круглосуточные наблюдения за домом. Отснятый материал можно смотреть в онлайн-режиме. Как сам его будешь воспитывать, такой будет робот. Если его постоянно гладить, тискать, вырастет нытик, будет ныть на руки проситься. Если воспитывать его агрессивно, он такой непослушный будет. Робот полностью сенсорный, реагирует вот так, когда его гладишь. Вот так вот. Здесь, допустим. Собирали чудо-экспонаты целый год. Выбирали лучшие экземпляры из Америки и Японии. И не прогадали. Посетители от увиденного в восторге. По словам организаторов, уже скоро такие роботы будут жить с нами. Но, к счастью, полностью заменить людей вряд ли смогут. Ну а главное событие сезона, не успев начаться, уже шокирует. Пятый день чемпионата Европы по футболу завершился кровопролитием. Баталии развернулись не на спортивном поле, а на улицах Варшавы. Накал страстей перед матчем сборных Польши и России был настолько высок, что фанаты не стали ждать окончания игры и бросились в кулачный бой. Что, в общем-то, и прогнозировалось ранее. На этом фоне почти незамеченными остались чешский блицкрик и третий гол новой звезды российского футбола Алана Дзагоева. И вновь в центре скандала российские болельщики. Только теперь в качестве пострадавших. Во время марша в честь Дня России на одной из улиц Варшавы на них напала группа польских фанатов. Их жестоко избили, сорвали и тут же сожгли национальную атрибутику. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы, чтобы остановить беспредел. Задержаны десятки человек. Сами спортсмены потасовок не провоцировали. На поле сборные Польши и России разошлись миром 1-1. Между тем, такого исхода не предсказал ни один из четвероногих оракулов. На 37-й минуте счет снова открыл новая звезда сборной России Алан Загоев. А на исходе часа игры атакующий хаффбэк польской сборной Якуб Блащиковский сравнял счет. Очень красивая страна, отличная атмосфера, а также очень хороший футбол. Очень. А перед скандальным матчем всех ошеломила чешская сборная, в течение первых шести минут дважды расписавшись в воротах Костаса Халкиаса. Спустя 8 минут после начала второго тайма греки один мяч отквитали. Гол провел Теофанис Гекас. Но на то, чтобы сравнять счет, у Эллина в сил не хватило. Матч завершился со счетом 2-1 в пользу чешской команды. Мы выиграли, однако это была тяжелая битва. Результат был сделан в 20-й минуте. Это плохо. Я думаю, мы можем выйти из группы. После двух туров в группе А следующий расклад. На первом месте с четырьмя очками сборной России. Далее идут Чехия, Польша и Греция. Но ни одна из команд не обеспечила себе право досрочного выхода в плей-офф. Немного любопытных фактов. В Киеве английские болельщики забыли своего друга в ресторане. Изрядно выпив горячительного, он уснул в инвалидной коляске. А когда опомнился, его друзья уже летели в Харьков. Главным сувениром в украинских городах Евро-2012 стала Зазулица. Это такая стилизованная свистулька. Но она сильно уступает знаменитым африканским вузелам. Стоит поющая птичка от 2 евро. Шестой день Евро-2012.